Тридцать пятый генный ключ ситхи безграничности, черный ход в благодать. Тридцать пятый генный ключ – это скрытая червоточина или кротовая нора, которая приводит в другое измерение, лежащее вне нашего понимания. Она приводит прямо в сердце тридцать пятая ситхи – ситхи безграничности. Любопытно, что тридцать пятый генный ключ нарушает все генетические законы. Это позволяет людям принимать управление своим собственным развитием и обходить глобальную генетическую программу. Тридцать пятая ситхи нарушает законы так же, как и тридцать пятый дар. Это побуждает людей расширять свое сознание до тех пор, пока они не выйдут за пределы эволюции. Как мы видели, тридцать пятый дар все еще содержит следы страха, так как страх придает остроту жизненному приключению. На уровне тридцать пятой ситхи страх исчезает, потому что ушли вы сами, приключение окончено, безграничность – это сознание. Больше нечего сказать о тридцать пятой ситхи, тем не менее о ней можно сказать из маи ума. У тридцать пятой ситхи безграничности есть большая притягательная сила, даже в виде концепции. Если вы можете поддерживать концепцию безграничности в вашей повседневной жизни, то вы автоматически уходите все дальше от низких частот. Очень немногие люди могут обращаться с понятием безграничности, поскольку это вызывает диффузию ума. Эта концепция приглашает вас двигаться из вашего ума в сердце, которое действительно не знает границ, поэтому сознание и любовь являются одним и тем же. Тридцать пятое ситхи формирует бесконечность. Жизнь не имеет границ и не может иметь ни начала, ни конца. Проходя через шестьдесят четыре генных ключа, мы видим, что человеческое развитие однажды закончится, но это будет началом прогресса новой формы и так далее до бесконечности. Астрофизики говорят, что с точки зрения современной науки мы в состоянии измерить Вселенную и что у нее есть конечный возраст. Через дары ситхи 35-го генного ключа, закодированные в нашей ДНК, мы знаем, что это полуправда, потому как нечто, сидящее глубоко внутри нас, принимает понятие бесконечности. Никакой ум никогда не сможет разгадать тайны времени и пространства Вселенной, потому что ум – только крошечный аспект самих этих тайн. Сердце или то, что некоторые называют разумом сердца, является единственным аспектом человека, который может раскрыть тайну бесконечности. Так что же может сказать нам 35-я ситхи? Она может сказать нам только одну вещь. Чистая, безусловная любовь может отменить все законы космоса. Всякий раз, когда вы испытываете даже крупицу этого вида любви, все становится возможным. Поскольку мы существуем в телах и живем в мире, где волшебство кажется сказкой, все больше людей не верят в истину того, что под этим небом все возможно. Когда ситхи безграничности входят в мир, она позволяет сознанию проникать прямо в сердце материи, изменяя ее законы. Человек с такой ситхи представляет кратчайший путь развития, и многие люди могут испытывать мощное пробуждение и ощущать чудеса возле такого существа. 35-я ситхи приносит в мир нечто удивительное. Она открывает все виды возможностей тем, кто позволяет своему мам быть похожими на детские. Ребенку все кажется возможным. Это состояние безграничности. Чтобы активировать такие потоки чудес, вы должны освободиться от верований и ограничений, наложенных на ваш ум как вашим непосредственным окружениям, так и всем миром. 35-я ситхи освобождает от всех границ и обусловленности ума. На протяжении всей истории люди поднимались в воздух, летали, дематериализовались прямо на глазах у других. На уровне 35-й ситхи возможно все. Из всех 64-х ситхи, за исключением 60-й, 35-я ситхи единственная нацелена на отмену законов формы и на проявление чудес так, чтобы люди могли расширить свое сознание и открыть свои сердца для высшего способа существования. Откиньтесь на спинку кресла и посмотрите в окно. Посмотрите на птицу в небе и прислушайтесь к этому совету Мэри Оливер. Не обязательно быть хорошими. Вы не должны в раскаяниях ползти на коленях сотни миль по пустыне. Просто позвольте нежному животному своего тела любить то, что оно любит. Расскажите мне о своем отчаянии, а я расскажу вам о своем. Тем временем мир продолжает вращаться. Тем временем солнце и прозрачные капли дождя орошают прерии и джунгли, горы и реки. Тем временем где-то высоко, в чистом небе, дикие гуси снова летят домой. Кем бы и какими бы одинокими мы ни были, мир предлагает себя нашему воображению. Он настойчиво снова и снова призывает нас, как диких гусей, занять свое место в земном строю.